Мы немного затронули философию, но зачастую на занятиях йоги тренер не рассказывает ни об энергиях, ни о тонких телах. Почему так? Почему нет запроса у людей или всё-таки попадают на йогу уже более-менее подготовленные люди, которые об этой информации знают? Здесь сложно как-то всё в одном ключе проанализировать. Много факторов есть. Вопрос, кто преподаватель или инструктор, да? То есть насколько он обладает большим опытом в своём объёме достаточном для того, чтобы передавать вот ту же самую философию. То есть философию сложно передать, если ты прочитал эту философию или где-то услышал. Философию возможно передать, если она трансформировалась через личный опыт, есть уже понимание качества, тогда она передаётся. Вот поэтому инструктора разные, так же, как и все люди разные, как в любых направлениях, что бы мы ни взяли, да? И каждый может передать то, чем он владеет. Но передать по запросу, это будет куда более грамотно и более правильно. Если у практикующих, которые приходят на занятия в различные студии йоги, школы йоги, потому что каждая школа или студия йоги ещё может нести свои философии или вообще не нести никаких философий. Может иметь определённые принадлежности к парам-парам, линиям преемственности, передачи, иметь своих гуру в Индии, допустим, да, которые достигли уже реализации, или не иметь таковых, а учиться, скажем, более, что ли, в материальном мире, можно сказать, не применяя философию. И здесь мы получаем, во-первых, что несут те или иные школы или студии йоги, как институты, которые передают знания. И второе, что хотят практикующие получить. И вот здесь получается такая история. Человек хочет пойти на йогу, он слышал о йоге, и у него есть понимание некое. Он приходит в одну студию позаниматься или к одному учителю, к одному мастеру. Ему не понравилось, допустим. У него сформировалось впечатление о том, что йога — это что-то не то, или это не для меня, или я ещё не созрел, ну и так далее. Или пошёл к другому мастеру, другому ученику, там понравилось, или там нет ответов на те вопросы, которые есть, и человек в любом случае получает какие-то себе глубинные остановки, которые бы нужно было развязывать. И поэтому есть такая рекомендация — не останавливаться. И если проявился интерес, и если вы не нашли сразу своего мастера, своего учителя, своего преподавателя, который удовлетворяет не только в физическом плане выполнение упражнений на коврике, но ещё есть тонкая составляющая в передаче самих знаний во время практики, тогда нужно искать. Нужно 2-го, 3-го, 5-го, 10-го посетить мастера-инструктора, если таковые имеются, где мы находимся. И в конце концов мы найдём наиболее подходящего для нас. Потому что обратная связь, она всегда имела очень большую и весомую роль. То есть нравится, не нравится, полярность, чувствую, не чувствую. И поэтому так же, как во взаимоотношениях просто людей между собой, мы или симпатичны друг другу, или подходим. Так же и в йоге отношения ученик и учитель, или ученик и преподаватель, они имеют большое значение для развития. В любом случае, если возник интерес, то останавливаться не надо. Вперёд, вперёд, да только вперёд. Моё мнение, да. То есть интерес просто так не возникает на ровном месте. Если возник интерес, значит, задан уже определённый импульс. И этот импульс, как проводник, направляет нас. Стоит слушать своё тело, стоит слушать свою душу, свой внутренний голос и двигаться. И если мы пришли не туда по ошибке, ну, значит, нужно искать дальше до тех пор, пока мы не найдём. Потому что так или иначе, жизнь человека сводится к тому, что мы все должны понять, кто мы, зачем мы здесь, какова наша цель пребывания на этой планете. Какова же наша цель пребывания? У каждого своя. У каждого своя. Да, но с другой стороны, у всех одна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok